20 июля в режиме видеосвязи состоялось плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители администрации и руководители предприятий города обсудили динамику распространения коронавирусной инфекции. На протяжении двух недель ситуация с коронавирусом в Десногорске остаётся неизменной. Резких всплесков заболеваемости в городе не фиксируется, но и спада численности заразившихся, к сожалению, нет. В ковидном госпитале находится 38 человек. В принципе, пациенты поступают каждый день. В основном это и завозные случаи, в большей части, в меньшей степени распространение здесь происходит внутри города. За прошедшую неделю в клинику Москвы были отправлены два тяжелобольных пациента. Ещё двое находятся в местной реанимации. Отсутствие критического ухудшения показателей о заражённых коронавирусной инфекцией в городе связывают с активными темпами вакцинации. На 19 июля общее число привитых первым компонентом вакцины составило 9806 человек. Запас вакцины есть, он всегда находится у нас около тысячи-полутора тысяч, поэтому мы её расходуем, нам её поставляют. Пока перебоев с поставкой вакцины нету и какие-то действия по удлинению сроков или отменной вакцинации пока не наблюдаются. Со 2 июля в силу вступило новое постановление главного санитарного врача Российской Федерации, которое упростило возвращение людей с отдыха. Для привитых и переболевших тестирование на коронавирус теперь отменено, а для остальных граждан отпала необходимость в двукратном ПЦР-тесте. Люди, которые возвращаются на территорию Российской Федерации из-за границы, в течение трёх календарных дней должны пройти однократное лабораторное исследование на COVID-ПЦР-тесты. И дождавшись результата отрицательного, спокойно могут выходить на работу. В городе также продолжаются действия по выполнению предписания об обязательной вакцинации отдельных групп населения. Чтобы выполнить постановление, в Десногорске нужно привить 7395 работников организаций, входящих в этот перечень. На 15 июля вакцинировано 4135 человек, что составляет почти 57% от нормы.